Привет, студент! В эфире бессменное украшение твоего дня. Специальная подборка новостей от команды Универньюз. С тобой я, Дарья Миронова. Смотри сегодня. Загляни в будущее Татарстана. В КФО обсудили последние социологические исследования. Лучшие из лучших. Подведены итоги республиканской студенческой весны. Настало то самое время, когда в нашей родной республике проходят большие события, а значит и большие изменения. Предлагаю вам прямо сейчас узнать, как обстоит жизнь в Татарстане и на что стоит обратить внимание. Смотрим! Заседание экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при Казанском университете позволило убедиться, что татарстанцы достаточно позитивно смотрят на ближайшее будущее и даже имеют позитивные представления о развитии нашей страны. Об этом и говорят результаты последних социологических исследований, которые стали главной темой прошедшей встречи. Когда людей спрашивают, как изменилось ваше материальное положение за последний год, вы посмотрите, у нас в большинстве заднюю консервативную позицию практически не изменилось, настаивают на статус-кво. Вот у почти 50% мы это здесь очень четко на этом графике видим. Улучшилось у почти 13%, но вот есть показатель достаточно такой жесткий, что ухудшилось более чем у 37% населения. И так по-прежнему высокой остается доля татарстанцев, положительно относящихся к деятельности президента. Однако, несмотря на снижение миграционного потока, именно переселенцы по-прежнему вызывают опасения. И все же местное население выражает готовность мириться с присутствием мигрантов при условии соблюдения ими культурных норм. И так же мы с вами видим, что межнациональные отношения как спокойное и доброжелательное оценивают около трети респондентов. Обращает для себя внимание заметная доля, где-то 35-39% респондентов, чувствующих внутреннее напряжение. Участие на заседании приняли представители разных городов и регионов, в их числе и доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Андрея Манойла. Ответственным секретарем экспертного совета было отмечено, что цитарстанцы довольны ситуацией в республике. Аделя Мухаммедшина, Руслан Урозаев, Универньюз. Информационная война. Это процесс противоборства человеческих общностей, направленный на достижения политических, экономических, военных или иных целей стратегического уровня. Данная тема стала очень важной в настоящее время. Об этом на лекции для преподавателей рассказал профессор МГУ Андрей Манойла. Подробности в следующем сюжете. Информационная война в настоящее время очень актуальна и значимая тема для обсуждения. Именно поэтому профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Викторович Манойла посвятил этому важному вопросу свою лекцию. Он рассказал преподавателям вузов о методах противодействия против информационных атак со стороны стран-конкурентов. Не секрет, что против России ведется сегодня информационная война. Эта информационная война ведется, во-первых, на очень высоком технологичном уровне. Во-вторых, наши противники и соперники применяют любые способы и технологии для того, чтобы заставить России подчиниться их воле. Знание этих технологий позволяет выстроить грамотную стратегию противодействия. По словам Андрея Манойла, Россия должна отстаивать свою независимость, суверенитет, национальные интересы. А в сегодняшних условиях это невозможно без знаний технологий противодействия информационных атак. Преподаватели имеют определенное влияние на растущее поколение. Поэтому очень важно, чтобы они знали о тонкостях борьбы против информационных атак и передавали свои знания студентам. Адилия Валеева, Ленар Довлетяров, Универньюз. А сейчас самые интересные новости Ренета. В эфире наша постоянная рубрика Веб-Ньюз. Смотровая площадка центра семьи Казан откроется для посещения 29 апреля. Жители и гости столицы Татарстана могут подняться на высоту 32 метра и насладиться панорамными видами города. Студентка КФУ заняла третье место на конференции Ломоносов. Магистрант Конститута физики Василия Усманова одержала победу, представив свой доклад в рамках нового междисциплинарного направления «Эконофизика». В Татарстане начнут лечить по законам шариата. Из пищепрома в медицину скоро шапнет стандарт халяль в Татарстане. Первыми соблюдать каноны ислама при оказании услуг пациентам-мусульманам начнут работники коммерческих медучреждений и отделений платных услуг в государственных клиниках. Глава Олимпийского комитета России побывал в Поволжской Академии спорта. Визит Александра Жукова состоялся перед началом президентского совета по развитию физкультуры и спорта, прошедшего в Казани. В Нижнекамске состоялось открытие памятника героям и жертвам радиационных катастроф. В церемонии открытия памятника участвовал глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Айдар Медшин. Памятник высотой 2 метра установлен на круглом постаменте в виде знака радиационной опасности. КФУ и МГУ приступают к совместной работе в области медицинской химии. Среди направлений сотрудничества — разработка соответствующих образовательных программ для студентов и магистров, а также участие КФУ в экспертизе и обсуждении образовательных программ, разрабатываемых МГУ в данной области в рамках госконтракта. Всемирную онлайн-контрольную по татарскому языку, разработанную совместно с Институтом филологии и межкультурной коммуникации имени Толстого КФУ, написали более 7 тысяч человек. Тест был посвящен 130-летию Тукая. Татарстан давно известен в России, да и далеко за ее пределами, как колыбель инновационных подходов и креативных идей. И Казанская венчурная ярмарка — лучший способ в этом убедиться. Что и сделал наш корреспондент Александр Александров. 378 стартапов, 37 городов, 15 стран и более тысячи участников. На языке сухих цифр Казанская венчурная ярмарка выглядит именно так. Но даже эта внушительная статистика не в силах передать той атмосфере, которая царит в эти дни в Казанском Корстане. Уже только то, что в 16-е, может быть, даже больше раз мы собираемся ежегодно для одного и того же, для того, чтобы посмотреть на новые проекты, для того, чтобы, может быть, что не менее важно, встретиться с коллегами, обменяться мнениями и двигаться вперед. В этом очень важном направлении. Уже одно это говорит о том, что проект живой, он будет жить дальше. И я думаю, что мы должны все вместе поблагодарить Республику Татарстан, которая очень много сделала для того, чтобы вот этот проект был молодым, был успешным. И я думаю, и будет дальше точно таким же. Спасибо. Казанская венчурная ярмарка действительно способна удивить и даже сразить наповал многих. Ведь многие проекты, представленные здесь, это попытка заглянуть в недалекое будущее и сделать его чуточку лучше. И судьбу этих проектов будет решать не только экспертные жюри. Казанская венчурная ярмарка – настоящий рай для инвесторов. Здесь можно найти идеи и уже реализованные проекты на любой вкус, цвет и даже размер. Кстати, о размерах. Наверняка каждый из вас сталкивался с желанием примерить обувь, которую вы покупаете в интернете. Было такое? Тогда у нас для вас хорошие новости. Наш проект заключается в следующем. Человек не покупает никакие приборы для себя. Он пользуется мобильным телефоном с помощью струкшн-сенсора, который уже будут, например, в Apple через год. С помощью струкшн-сенсора он сканирует свои стопы. Стопы родственников, детей, сестры. И, пользуясь приложением, которое разработано и протестировано, может сравнить свою колодку, колодку своей стопы, с обувью. Обувь отсканирована прибором. На экспозиции можно увидеть немало проектов, посвященных, казалось бы, уже давно решенным проблемам. Но познакомившись с ними поближе, понимаешь – это реально круто и, главное, полезно. Мы представляем проект «Кран в кармане». Это портативный подъемный кран, который можно перевезти в легковом автомобиле и силой двух человек в течение 10-15 минут привезти его в рабочее состояние. Ну, что-то вроде мясорубки. Мы купили, мы не регистрируем в Ростехнадзоре ее, взяли с собой или дали соседу там попользоваться. То есть это реальный инструмент, который может пользоваться практически каждый. Свои проекты на ярмарке представили и вузы республики, в очередной раз доказав и показав всему миру, где рождаются креативные идеи. У нас есть специальная аудитория, в которой идут занятия. То есть это обычная аудитория, где задается определенная программа и в зависимости от того, какой час на утренний, вечерний, обеденное время создается приятная, удобная световая обстановка. И мы можем с помощью света либо успокаивать людей, либо, наоборот, студентов, которые занимаются, активизировать. Потому что бывают пасмурные, хмурые дни, когда студент приходит, садится в аудиторию, хмуро, пасмурно, а заниматься ты не хочешь. Это дента-альвелярная модель для усовершенствования мануальных навыков студентов-стоматологов и практикующих врачей. Да, и они все смогут оттачивать свои навыки, чтобы подходить к пациентам уже опытными, чтобы отточить все свои возможные будущие манипуляции. У каждого студента-стоматолога-стоматолога будет своя такая челюсть. Разработчики из университетов наравне с другими участниками поборются за право войти в число 15 компаний, которые получат до 8 миллионов инвестиционной поддержки. Александр Александров, Ленардо Валерьяров, Универньюс. Как говорится в слогане «Республиканской студенческой весны-2016» «Наслаждайся жизнью! Студенческой весной! Республика с тобой!» С тобой корреспондент Анастасия Иванова, которая была в самом центре событий студенческого фестиваля. Мы находимся в шаге от фестиваля «Республиканской студенческой весны». Здесь столько журналистов, что кажется, их в два раза больше, чем участников. Вот на этом самом месте уже пять человек писало стендап. Мы не нарушаем традиции. Ну и давайте посмотрим, что нам приготовила эта студенческая весна. Мы снимаем веселые репортажи. Смотрите нас в группе ВКонтакте «Молодежка». Вырежи это, пожалуйста. А сейчас приедут вип-гости. Мы ждем их и будем приветствовать в этом коридоре из волонтеров. Кто это вип-гости? Кто это? Такие знаменитые люди. Я знаю то, что будет Варнава, будет Митя, ну и остальные звезды российской эстрады. Звезды российской эстрады. Прямо здесь, на фестивале студенческой весны. Я могу пойти за звезду? Да. Можем вам похлопать. Это, кажется, ведущий. Извините, а вы ведущий, да? Второй отделение. Расскажите, что нас ждет? Ну, как всегда, вас ждет праздник студенчества, студенческого творчества. Ну и, конечно же, самая главная интрига, кто же в этом году, какой вуз, какой университет станет лучшим и самым творческим вузом Республики Татарстан. А вы были в том году ведущим? Я уже даже не помню. Да, был. Ну, это, наверное, прошлогодние слова. Все ради улыбки. Все действительно ради улыбки. Закончилась первая часть гала-концерта. Сейчас начнется вторая, сейчас антракт. Все вышли поесть, попить, подышать свежим воздухом. И что мы можем заметить прямо среди смертных людей? В очереди сам Тимур Исмаев, ведущий гала-концерта. Мы были бы с тобой неплохой парой. А, чего? Привет, Тимур. Привет. Да, расскажи нам, пожалуйста, какие ощущения от публики. Публика офигенная. КФУ, молодцы. КФУ, много места. Нет, серьезно, лучше меня не снимайте, потому что я там буду в том концерте участвовать. Лучше кого-нибудь левого возьмите. Научи мне, как ходить, вот правильно, вот, да, ходить. Главное, нужно спину прямо, я попробую вот так, да, супер. И чекание, шаг нужно идти. Да, отлично, а взгляд там что? Взгляд должен быть немного голову повыше и смотреть на всех с высока. То есть можно небольшую кмылку. Тогда нас никто смотреть не будет. Нет, на нас все будут смотреть, в этом вся суть. То есть чуть свыше, все, супер. Спасибо. Это студенческая весна 2016. Смотрите нас все. Нормально? Все супер. Спасибо. А закончить наш сюжет мы решили вашими фотографиями селфи, из которых видно, что гран-при завоевал Казанский федеральный университет. На сегодня это все. Смотри универньюс и радуйся каждому дню. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!